Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос. 3337. Выходит, что вопрос о спасении моей собственной души решают за меня чужие дяди архиереи, а мое личное мнение ни при чем? Почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот ответ отца Петра Перекрестова на подобный вопрос. Почему ущемляются права прихожан и такое важное решение принимается исключительно архиереями? Такова природа православной церкви. Решения, касающиеся направления церковной жизни, принимаются архиереями, которым на хиротонии дана благодать, право правити слова истины. Наконец-то указали, где у них точка опоры. Слово истины. Вопрос не будет разрешен, пока не узнаем, что это за слово истины, и где найти это слово истины, и каково к этому слову истины отношение самого слова истины. Правити – значит исправлять, выполнять, не допускать повреждения. Об этом как раз и говорится в Библии. Евангелие Таана 8,51. Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. А соблюдая решения смертных и противоречивых решений разных соборов, мы такого уверения не получили, что не увидим смерти, а может быть даже совершенно напротив, впадем в смерть. Евангелие Таана 17,17. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Слово Божие есть Библия, которую мы и освящаемся, а не только благословением тех, кто мнит себя быть сохранителем вечного слова, чтобы правильно его исполнить. 1 Иоанна 2,5. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из чего узнаем, что мы в нем. О любви Божией мы не сможем узнать от тех, кто свои решения меняет по духу времени, не сверяясь совершенно с автором вечного слова, на которого даже пытаются ссылаться. Ефесянам 1,13. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. 1 Фессалоникийцам 2,13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. В вопросе объединения ни та, ни другая сторона абсолютно не заботятся о том, чтобы доказать, что они верно понимают Слово Божие. Им каноны, каноны и мнения частных людей, которых сами же провозгласили угодными Богу. 2 Тимофею 2,15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Так почему же телефон молчит? Неужели стал не нужен никому? Выздоровели все и некого лечить? Не в горбольнице, а просто на дому? Нет, не прервали кабели землекопы, поднимаю трубку и точится звук. До этого звонки поштучно с копом, а вот теперь на целый час копут. И не моя вина, ведь я все тот же. Я от себя ничем не отвратил, но ощущаю свежим чувством кожей. Но скажут, что за кожа у тебя, старик? Так что случилось? Мой вопрос не праздный. Я на молитве память углублю, и проясняться начинает сразу. Я заглянул к телефонистам в люк. Да просто испытания на час и отдых для духовных размышлений, Чтоб поприще молчания начать, А был у деятельности каторжник и пленник. Все, что Бог дает и допускает, Требует анализа и вывод. Контуры вначале лишь мазками, Сравниваясь с тем, что уже было. Целый час заторы для звонков От цивилизации едва не откачнулся, Обложился просьбами со всех боков, Чтобы помолиться к Иисусу. Даже в этом милость усмотрел, Лестовкою четками снабдился, Скрылся от звонков тревожных стрел, От трезвона тишиной прикрылся. Выхожу из комы неохотно, Оживая для серьезных дел, Для овец свершу на зиму копны, Только б свой удел не проглядел. 26 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин